В первоапрельское утро водителям маршруток номер 289 было не до шуток. Они не смогли выйти на работу. Уверяют, когда приехали, обнаружили на своих местах автобусы того же маршрута, только от другого перевозчика. Заблокировали, да, не давали выезда нам. Мы не могли работать с утра. Целое утро простояли, ничего, ни одного рейса не сделали. Директор компании-перевозчика рассказывает, сначала подумал, что это первоапрельский розыгрыш, но затем понял, столкнулся с настоящим рейдерским захватом. Его предприятие уже 10 лет перевозит пассажиров от станции метро Пушкинская до 13-го кладбища. И выигранный компанией «Тендер» позволяет это делать вплоть до 2018 года. Но конкуренты, уверяет перевозчик, захватили маршрут и теперь требуют выкуп. Приехали и сказали, если хотите ездить на маршруте, платите 120 тысяч гривен, когда вы выйдете на этот маршрут. Мы сообщили это работникам милиции, департаменту управления транспорта, Дульфанову Сергею Борисовичу, транспортной инспекции. Утром директор городского департамента транспорта и связи выезжал на место, говорит Валерий Джерелий. Чиновник приказал рейдерам отступить, но те его слова пропустили мимо ушей. Комментировать происходящее возле метро Пушкинская журналистам Сергей Дульфан не стал. Сергей Борисович, пожалуйста, скажите, что происходит. Вы можете меня не твердить? Разговаривать с журналистами отказались и захватчики маршрута. Лишь отмахнулись, дескать, городская власть в курсе происходящего. Все вопросы к ней. Информационный запрос с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию медиагруппа «Объектив» направила в горосполком. К вечеру на официальном сайте там опубликовали краткую информацию. После того, как в ситуацию оперативно вмешался директор департамента Сергей Дульфан и на место происшествия выехали представители городской власти и правоохранительных органов, злоумышленники прекратили это правонарушение. Их личности установлены, их ждет наказание. Все эти беспорядки продолжались до 13.55. Сейчас ситуация нормализовалась. Автобусы данного маршрута работают в обычном режиме. В милиции ситуацию пока не комментируют. Лишь говорят, что проводят проверку. Задержанных нет. Екатерина Морозова, Денис Квартального, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».